Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. На Кипре требуют от России не присваивать МАКФу и все, что нажито непосильным трудом. Российские владельцы компании раньше считали своим долгом вывозить сырье за рубеж по заниженной стоимости, именно для этого их назначили на должность миллиардеров. Помимо ресурсной составляющей, выгодно снимать денежные сливки с отрасли переработки. История входящего в мировую пятерку производителя макарон МАКФа будет весьма поучительной для офшорных хозяев. Раньше им доставалась основная финансовая прибыль, а теперь деньги нагло будут идти мимо их загребущих рук прямиком в российскую экономику. Расширение перерабатывающей инфраструктуры в России напрямую противоречит экономическим интересам европейских компаний и всячески блокировалось через советы директоров крупных концернов. МАКФа была примером контроля со стороны Кипра и Нидерландов и есть ли гарантия, что они думали не только о себе? Все бы ничего, да вот только по делу там проходит бывший губернатор Челябинской области Юревич, а также бывший депутат Вадим Белоусов. По версии генпрокуратуры они использовали свои должности для обогащения и рассчитывали на срок давности по экономическим делам. Теперь такой срок отсутствует, это причина восстановления дела. Иностранным организациям нужно было придумать рычаги, чтобы постоянно влиять на российские фирмы и заставлять их выполнять любые требования. И эти рычаги были найдены, регистрация в офшорах на Кипре или британских островах давала возможность уходить от налогов и управлять владельцами через финансовые схемы, словно по щелчку пальцев. В настоящее время у Маквы заблокированы все счета. Сведения в реестре и право собственности не могут быть изменены по решению Челябинского суда. По делу проходит 34 юридических лица, там много компаний. Не удивлюсь, если выяснится, что существенная доля полученной прибыли выводилась за границу. Кипрская сула Гранти и ЛТД не заинтересована в том, чтобы Маква ушла из-под ее управления, и, естественно, они требуют не конфисковывать активы. Целые топло адвокатов пытаются сохранить право владения концерном за иностранцами и бывшими чиновниками, которые давно не живут в России. Арестованы активы и акции компании СМАК, Долговская, Первый хлебокомбинат, Новая пятилетка, Маква, Челябинскоблгаз и многие другие. Управлять из-за рубежа главным российским производителем макарон стало невозможно. А что же случилось? Кто говорил, что из РФ можно легко выводить деньги? Вот спросите у владельцев Макфы, кому теперь достанется все их добро, государству. Важно, конфисковывать активы будут даже у родственников, хотя адвокаты требуют не делать этого. Дело закручивается серьезно и будет интересно обсудить результат. На Кипре могут сколько угодно требовать вернуть им активы, но если посмотреть на прежние такие случаи, то им постоянно в России показывают место, где пришивается рукав у пиджака. Почему же никто не хочет кормить финансами кипрскую и европейскую экономику, как это было раньше? Если бы все деньги работали на российскую экономику и компания не была платформой для вывода денег за рубеж, то, думаю, не возникло бы необходимости проводить комплекс соответствующих мероприятий. Примитивные рассуждения типа «они не поделились», конечно, могут быть рассмотрены, но это в полной мере не отражает всю происходящую картину, когда имущество пятого в мире производителя макарон требует обратить в собственность государства. Тут все намного сложнее, в России начали делать-то, о чем раньше все только мечтали. Конфискация имущества у родственников-бизнесменов, которые выводили деньги за рубеж, или использовали должность для личного обогащения – это разве не объективная мера? Вот если бы они использовали должность для обогащения России, вопросов бы не было. Просто так бы не требовали все отобрать «ставьте лайк», если тоже так считаете. За российский счет уже не получается строить свою экономику, как прежде, и в таких условиях требование выплатить задолженность может выглядеть не совсем хорошо по той причине, что Молдавия стремится в Европу. Поэтому можно было бы это учесть и отнестить с пониманием к тому, что они несколько лет не платили за российский газ и обогащались за счет российской доброты. Просто им деньги сейчас очень нужны на формирование новой ориентированной на Европу элиты, и делать это за счет России вполне удобно. Естественно, возможность требовать с них деньги за израсходованные ресурсы удивляет нежеланием войти в положение. Если в «Газпроме» будут постоянно настаивать на оплате газа, который в Молдавии, несмотря на договор, считали бесплатным, то это серьезным образом мешает распределять полученные финансовые средства между молдавскими компаниями и политиками. Кому это понравится? Россия и так заставила платить почти в два раза больше за то, что в Молдавии несколько лет бесплатно обеспечивали себя электричеством за счет российского газа, но люди и организации платили за электричество и газ как положено. Просто на преобразование нужны деньги, и это является доказательством того, что без финансирования такой процесс невозможен. Когда представитель Молдавского ГОС. Предприятие «Энергоком» Александр Слуцарь заявил о том, что в «Газпроме» могут потребовать выплату всего долга в ближайшие месяцы, это не прибавило оптимизма и сильно удивило. Но самое главное, по его мнению, «Газпром» может наложить арест на молдавскую газотранспортную систему. Основную вину за такую ситуацию Слуцарь возлагает на политика с пыну, подписавшего контракт, который предполагает недружественный шаг со стороны тех, кто столько лет бесплатно снабжал газом Молдавию и вместо денег получал лишь обещание о скорой выплате. Долг за несколько лет в определенный момент достиг 709 миллионов долларов, при этом газа было израсходовано всего на 433 миллиона долларов, остальное просто проценты. Нежелание России обеспечивать Молдавию за свой счет ставит вопрос о том, а зачем вообще Молдаве такие договоры, по которым нужно что-то платить. Обязательства перед «Газпромом» о проведении аудита не выполнено, приглашенные компании из Британии и Норвегии не получили оплату за свою работу, и это тоже вызывает вопросы. Почему Европа не хочет бесплатно делать для Молдавии такую важную работу, ведь в результате на газотранспортную систему может быть наложен арест? Вот если бы Молдавия не шла в Европу, то таких проблем бы не было, но политики хотят доказать, что эта республика может вписаться в дружную европейскую семью и получать все благо из европейского бюджета. А люди смогут ездить в Париж пить кофе. Одни уже съездили. Хотя с другой стороны Молдавия десятки лет получала российский газ за бесценок и не смогла развить свою экономику, даже надои молока сократились в четыре раза. Так может дело в другом. Конечно, в Молдавии удивлены требованием России вернуть долг, ведь в таком случае идти в Европу за российский счет станет невозможно, а тех мизерных кредитов, которые выдает Евросоюз, едва хватает на обеспечение приемлемого уровня жизни небольшой группы ориентированных на ЕС-политиков. В Европе в последнее время ситуация критическим образом меняется, то, что еще вчера считалось немыслимым, сегодня вполне себе становится реальностью, например, присваивание российских денег и объектов энергетики. На этот раз в спор вступили компании из Финляндии и Швеции из-за оборудования, которое предназначено Россией. Суть проблемы заключается в следующем. Финская компания Фортум нанялась у подрядчика из Швеции фирму Вестас на поставку оборудования для ветряных электростанций в России, но, как водится в Европе, они деньги получили, а работу делать не хотят. Якобы соображения им не позволяют. Я понимаю, что в некоторых случаях выгодно воспользоваться возобновляемыми источниками энергии, например, на удаленных объектах, поэтому услуги финской компании Фортум были востребованы в России, они работают в нашей стране с 2018 года. Российское отделение финской компании успело нарастить за это время более одного кфт, то есть они за свои деньги строили энергостанции, получая в том числе некоторое финансирование от российских коллег и получают прибыли от этих объектов. Когда в Европе начали оказывать экономическое давление, сотрудничество в сфере энергетики с нашей страной было приостановлено, и так получилось, что шведская компания Vestas получила 200 миллионов евро за 50 витряных турбин, а отдавать их не захотела. Ситуация интересна тем, что контракт был оформлен еще до начала европейского сорвавшегося экономического блицкрига, казалось бы имеются все основания для выполнения договорных обязательств. Но Vestas категорически отказываются от своих обязанностей и решили просто присвоить деньги себе. В Европе так часто делают. Я бы не стал надеяться, что стокгольмский арбитраж удовлетворит требования Fortum, касающиеся поставок оборудования в Россию. В шведской Vestas им просто пообещают пару турбин на огород и дело задвинут под сукно. Да вот только финнам в таком случае придется из своего кармана выплачивать деньги российским заказчикам и разбираться тут уже будет басманный суд Москвы. Надеюсь, вы понимаете, что активы финской компании в России просто отберут на данную сумму, с учетом процентов и штрафов за просрочку договора. С учетом потерянного времени и прочих обстоятельств сумма может увеличиться вдвое. Конечно, стокгольме будут максимально затягивать процесс. Чем дольше они будут тянуть с решением, тем больше финской фирме придется платить компенсацию российским компаниям-заказчикам.